Давай уложимся. Ну что мы сидим? Уходишь ли ты оттуда, потому что там чуть меньше смысла, а куда-то, где чуть больше смысла? Туда? Угу. Прям коуч-сессия. Ну мне интересно, слушай, это ж ты. Sound healing. Поездки в Индию. На что похожи практики, которые ты проходила? Ой, ну Андрей, я не знаю. Ну, я счастливая. Очень конкретный ответ. Охренеть, что он такой конкретный, это же здорово. Как это повлияло на твою жизнь сегодня? Вот сегодня, Лиза, сегодня, что оттуда ты забрала и этим пользуешься? Гвозди, например. Да, только хотела сказать точно гвозди. 300 баксов. Стоит реклама у тебя или стоит Торринк? Одно упоминание. Они говорят, если у вас второе кольцо, чтобы купить третье, мы вам дадим очень большую скидку. Всего лишь 300 долларов за новое. И это еще и лайфтайм подписка. У меня же будет подписка теперь, она там, хелси-шмелси штуки. А если, значит, без кольца попозже, а без второго, типа, если у тебя нет второго, ты с нуля покупаешь, то там подороже будет. Ну, допустим, в полтысячи ты, да. Привет, Лиза. Уложишься. Да, уложилась. Привет. Давай уложимся. Ну, что мы сидим. Да. Винный партнер этого выпуска по незнанию. Это Гудвайн, где Лиза приобрела нам подарки. Это красное вино и шампанское натуральное мне. Но, что ж, Маша из Гудвайн об этом не узнает, поэтому давай хоть порадуемся с тобой мы. Во-первых, привет. Привет. Ты спрашивала, зритель и слушатель, сейчас, возможно, спрашивает, кто Лиза. Такая. Лиза Евтухова, мой хороший знакомый, моя хорошая знакомая, близкая мне по ценностям. Но мы с тобой работали вместе как коучи-коучи больше года назад. И я наблюдал твое сильное изменение в течение года и после этого наблюдаю уже со стороны. И то, какое у тебя изменение в жизни происходит, как ты с ним справлялась и управлялась, для меня большая возможность, поговорив с тобой, поделиться этим с другими ребятами. И в этом твоем изменении, в этой твоей трансформации, есть много того, что другие, может быть, очень полезны. И мне хотелось вот о тебе такое поговорить. Лиза Евтухова, кроме всего прочего, как и я, подкастер, но в прошлом, похоже, или тымчасова пауза. Да. Да. Пока что временная пауза, но посмотрим. Я не поставила точку еще там. Хорошо. Сколько выпусков ты записала? Не помнишь? Я записала где-то 10 чисто аудио подкастов и, наверное, где-то 10 видеовыпусков. И ваш подкаст «Как не выйти замуж» стал быстро популярным, видимо, он попадал туда, куда нужно было попадать. И в ту аудиторию, в которую нужно было попадать. И так, то, что ты хотела сделать, как маленькая мечта реализовать, я сделала подкаст с подругой, и это получилось вот так. И было здорово. После этого, я знаю тебя вот еще такое, ты очень увлеклась танцами, и у тебя отлично получилось. И это тоже важный элемент, который мне хотелось бы в течение нашего разговора раскрыть о твоих изменениях, о решениях, смелости, и такая развернулась. Ты пробовала помогать семейному бизнесу, папе, и мама, похоже, тоже там как-то задействована. Ну, вообще, в принципе, вся семья, и мама, и папа, и брат мой старший. В бизнес-радиогруппе. Да. И у тебя было достаточно продюсерского там опыта, и не только. Плюс, я помню, как тебе с нуля удалось очень неплохо влиться в производство телевизионного контента. А это, а я знаю не понаслышке работав на СТБ старшим администратом, это пипец, какая сложная работа. И как ты там открыла новую Лизу. И вот об этих открытиях и изменениях мне хочется говорить. Ты мне симпатична как человек, мне нравится твоя смелость, нравится твоя открытость. Ты много благотворительности ещё сделаешь. Вот, собственно, мне, понимаешь, есть достаточно причин, почему ты здесь. И вот я называю их, чтобы наш слушатель тоже знал об этом. Я, кстати, немного кому говорила о том, что я занимаюсь благотворительностью. It's fine. Можно об этом говорить, а можно об этом не говорить. Лишь бы ты делала это. Это мой point. Ну, привет, в общем. Привет. Вот теперь понятно, почему ты здесь? Да. Хорошо. Я думал вчера над тем, как бы мне хотелось, чтобы всё происходило. Вот у нас там есть час или полтора, например. И мне бы хотелось вот о твоих ролях поговорить. И о твоём пути в твоих разных ролях. Ну и, собственно, какие у тебя по ним вопросики есть или какие-то интересы. Вот есть ты дочь, роль одна. Есть ты танцующая. Есть ты обучающаяся сейчас в фильме Юэй на актрису. Правильно? Да. Есть ты медийное лицо. Подкастер или хост, или вот как ты себя назовёшь. Есть ты продюсер, радиопродюсер. Так? Ещё, наверное, какие-то роли есть. Я дочь. Уже было. Я подруга. Да. Наверное, есть и была когда-то ещё я девушка и женщина в отношениях. Отлично. Есть у тебя роль? Сейчас нет. Хорошо. Вот. И вокруг этих ролей построить наш разговор, так, чтобы он, знаешь, так перетекал из роли в роль. Как тебе такая идея? Я за любой движ. Хорошо. Что сегодня увлекает тебя больше всего в жизни? Я. Я в каком плане? Познание себя. Познание себя. Ты не умеешь. Я недавно словила себя на ощущение, что я очень несчастна. Хороший начал подкаста, да? Не давай оценку. Мне это сильно не понравилось. Вот прям сильно. Если раньше я была склонна как-то вот мне плохо, мне надо пожаловаться, мне надо решить этот вопрос, у меня есть проблема, мне нужно пойти как-то с кем-то поговорить. А тут я словила себя на том, что мне даже говорить ни с кем, ни о чём не хочется. Прям пусто. И мне это состояние очень не понравилось. Я решила, что я что-то делаю не так, неправильно, наверное, как-то живу, что-то не так делаю. И методом какого-то исследования я почувствовала, что, наверное, я не позволяю себе жить, не позволяю себе того, что мне хочется. А могла бы. То есть ты знаешь, чего тебе хочется. Вот это редкость. Большая редкость. Я не знаю всего, что мне хочется, но я сейчас вот как раз учусь понимать, что мне хочется, смотрю, ага, мне это хочется, а почему же я себе этого не позволяю? Ведь для этого жизнь нам и дана, чтобы пробовать то, что нам хочется. Я не знаю, зачем жизнь нам дана. Ну вот, Андрей, все мои, в общем, гипотезы ты на корню сразу рубишь. Мне нравится, что ты исследуешь. И вот знаешь, в твоем пути, что мне нравилось наблюдать, в поисках того, чего ты хочешь, а ты же это время тоже искала, чего ты хочешь, ты находила то, чего ты не хочешь. Это как шелуху снимать. Знаете, находя то, чего ты не хочешь, как будто кристаллизировалось понемногу то, чего ты хочешь. Очень интересно, кстати, что ты определила, как то, чего ты не хочешь делать. И что тебе помогло определить? Ну, во-первых, я хочу сказать, что путь мой изучения себя именно, если можно так сказать, более глубинно, не просто с помощью книг, а с помощью профессионалов, если можно сказать, экспертов, начался на самом деле с тебя. В феврале 2018 года, я даже помню, то есть уже будет 4 года, как я интенсивно занимаюсь этим делом, мне очень сильно повезло тебя встретить, я почувствовала, когда ты вот прям в темноте ничего, тебе очень страшно, но вот в тебе я нашла какой-то свет, и он мне помог справиться с этим. Какими-то конкретными проблемами, которые у меня были на тот момент, и мне кажется, что с того момента пошла моя жизнь как-то иначе. Что такое? Мне лучше, не хуже, но иначе. Иначе. У тебя есть теперь, знаешь, свой светильник, мне кажется. У меня он не один. Я сама светильник. Вот. Вот это вообще, я сама светильник. Да. Но это же супер. Да. Ты представь, какой-то ресурс. Я сама светильник. У меня уже это есть. Я это прям чувствую. И хочу светить еще сильнее. Вот прям сейчас, как никогда, Андрей. Я не ответила на твой вопрос. Значит, что я решила отбросить? Что тебе не хочется? Да, что ты отбросила? Что мне не хочется делать? Если говорить конкретно, да простят меня мои родители, мне не хочется работать в семейном бизнесе, если можно сказать вот прям конкретно о какой-то вещи. Выпью за это. Да. Я не говорю, что так будет всегда. И я бы очень хотела хотеть, но сегодня не хочу. Очень честно. Да. Чем бы я не хотел заниматься в жизни? Давай я тогда тебе как... И, знаешь, это пришлось узнать. По дороге пришлось это узнать. Что-то, что требует, знаешь, такого chief operations mindset. Очень процессного, очень четкого, очень по бумажечке вообще писать гайдлайны. И сейчас так очень тяжело все звучит. Операционным директором условно быть и вот операционистом. Мне сложно это дается. Мне лучше стартовать штуки, подсвечивать или там финалить, например, в какой-то контекст. Но вот так, чтобы это прям системно, структурно, жестко, четко, в рамках все удерживать, мне это дается непросто. А ты не генератор, ты проектор, получается? Нет, я генератор. Ты генератор? Так почему тогда тебе тяжело это? Создавать новое я могу и хочу. Могу и хочу. Но, слушай, я нашел это в себе же, мне это не симпатично. Я лучше людей найду, которые мне помогут с этим компенсировать. Просто, может быть, ты уже это перерос. Ну, на СТБ приходилось во время продюсинга очень много этого делать. И способность такая есть, но мне не хочется, мне не нравится. It takes too much energy. И так, как она забирает для меня, я даю туда очень много энергии в то, чтобы удержать это в фокусе для себя. Я выбрал, что мне бы другого хотелось. Есть те, кто кайф от этого получает. Но это говорит о тебе, мне кажется, что ты, значит, можешь делегировать. Да, точно могу. И находятся у тебя люди, которым ты действительно можешь это доверить. И значит, что ты как бы выше. Поэтому, знаешь, я могу делегировать. Окей. Вернемся тогда к тебе. Что еще ты определила, как за эти несколько лет, как то, чего бы ты не хотела делать? Потому что не хотеть в родительском бизнесе, это супер-мейджор открытие и очень важное признание. Особенно я помню, как тебе не просто давалось вычленение этого и прохождение этого по договоренности об этом. Да. Ну, опять-таки, я хочу уточнить, что не факт, что я туда не вернусь. Не факт. Просто сейчас это так. Но сейчас это так. На сегодняшний день я решила, что я не хочу быть за кадром, а хочу быть в кадре. То есть мой какой-то опыт на телевидении, будучи линейным продюсером или координатором, или делая свой подкаст как продюсер, как фаундер и автор, я почувствовала, что желание быть именно в кадре, оно намного сильнее, чем вот это моё лидерское желание всё контролировать и делать всё, как я хочу, чтобы все всё делали, вот как я хочу. Моё видение. Я готова отпускать, я готова доверять человеку и просто творить. Это была большая находка у тебя, она мне очень симпатичная. Я могу relate, понимаю твой запрос, я думаю. И мне это о тебе нравится. Но тем не менее, я всё равно староста группы своей сейчас в Ukrainian Film School. Я сразу же вызвалась, только я. Это же какая-то твоя часть, у тебя тоже такой, как у Володи Дегтярёва, атомный двигатель тут в средине есть, такой набор энергии. О, боже мой, это такой комплимент. Тебе кажется, что у меня есть такой... У тебя шатает, конечно, тут очень много энергии, а тут... Меня шатает очень. Ну, набирайся сил, значит, вот тот момент, когда надо посидеть и ни с кем не поговорить, набирайся сил. Но когда ты в энергии, ты прям электровеник вообще. Чёрт от... Не остановишь. Да. Вот, и это же ещё плюс светильник. И очень хотелось бы эту энергию как-то вот... Я сейчас вот как раз учусь, вот то, что я о жизни говорила. Как бы ты себя щупаешь, узнаёшь, понимаешь, и когда ты вот действительно осознаёшь то, о чём ты сейчас вот мне сказал, очень хочется это направить в одно русло. Прости, что я очень жестикулирую. На здоровье. Возможно, это тебя сбивает столько. Я смотрю, что ты видишь, смотришь на мои руки, потому что я ими машу перед тобой. На здоровье. Такая вот привычка у меня. Будь собой, пожалуйста. Мне очень хочется, чтобы ты здесь с кем-то другим была. Я вернусь дальше тогда, значит. Но я тогда углублюсь в вопрос о том, что ты выбрала быть в кадре, чем за кадром. То есть не линейным продюсером, а как автор и хост. И школа... Ukrainian Film Academy, да? Ukrainian Film School. Ukrainian Film School. Ты что там делаешь и зачем? Я сейчас учусь на актрису. И так же я могу сказать. Наши преподаватели говорят нам уже не бояться. Говорят, что я актриса. Вообще мы все актеры по жизни. Мы все время играем какие-то роли. И ты прям уже совершенно другая Лиза, чем ты, которая... Ты в роли сейчас. Ну да. Так, актриса Лиза. Презентую школу. Давай. Но я только начала. Вот два месяца я только учусь. Зачем ты выбрала? Два месяца? Я чувствую, что это будет сумасш... Вот моя жизнь поделится на «До и после». Я чувствую, что вот в этом году моя жизнь поделится на «До и после». Я это знаю. Потому что там такая... Это нужно пройти каждому человеку, я считаю. Актерское мастерство или школу? Именно актерское мастерство, но нужно правильно его проходить. То есть вот то, как я вижу, это сейчас проходит в моей школе, это не просто курсы, когда ты в свободное время приходишь и играешь во что-то. Это прям киношкола, где учатся, действительно, люди выпускаются из этой киношколы и потом работают актерами. Не только в Украине, но и за границей тоже. И то, какой подход там есть, именно для того, чтобы воплотиться в другого персонажа или иметь возможность отождествиться с кем-то, тебе нужно хорошо знать себя. Поэтому на сегодняшний день мы очень много именно разбираемся в себе, в своих эмоциях. Ведь мы живем просто на автопилоте обычно. Мы очень редко задаем себе вопрос, а что действительно чувствую я? Ну, ты-то, может быть, себе задаешь этот вопрос часто, поскольку это твоя специальность. Но ты, общаясь со своими клиентами, я уверена, часто встречаешься с тем, сталкиваешься с тем, что человек, он может быть и очень успешным, и много у него всего есть. И, может быть, он там, не знаю, может быть, он и несчастен. Или есть у него какие-то проблемы и запросы, с которыми он к тебе приходит. Но не каждый регулярно задает себе вопрос, а что я чувствую сейчас? А почему я чувствую именно эти эмоции? То есть мы не познаем себя, а там мы познаем. А какой способ познания себя для тебя такой, знаешь, удивительный, который ты бы вот оттуда, перенесла в жизнь? Что в школе дает? Мне очень нравится, у нас есть предмет пластика тела, но это больше как телесная терапия, наверное. Мы делаем разные психосоматические упражнения, телесную импровизацию пробуем. То есть очень раскрываемся, отпускаем, освобождаемся, кричим, выдаем разные эмоции, изучаем эти эмоции. Также у нас есть такой предмет, как игра в себя. Предмет этот с коучем у нас проходит. Но это больше смахивает на групповую терапию, где все плачут, делятся своими травмами. Круто, очень важно. Очень важно. И на самом деле за эти два месяца я уже чувствую, да, нам постоянно говорят о том, как важно друг друга поддерживать, что мы вот этот год будем как семья. И действительно я уже ощущаю это. Те люди, которых я два месяца назад не знала, стали для меня... Значительно ближе. Очень. Тогда про то, что вот за такое короткое время вы так сблизились, и мне интересно, можешь ли ты сказать, что у тебя в жизни в другой, то есть вне школы, у тебя есть способности, возможности, такие люди вокруг тебя, environment, твой окружения, с которыми удается такой глубокий контакт, вступать в такой глубокий контакт. Мне, да, у меня есть. У меня действительно есть. Ну, люди, это вообще мои друзья и люди, которые меня окружают. Я вообще не понимаю, как мне так везет с людьми. Ну, вот, ну, просто, но они меня сами находят, я это так чувствую. И, ну, очень сильно мне везет. И не гниви Бога, Лиза, но... А с чем тебе не везет? Как-то, ты знаешь, жизнь уже какая-то есть? Двадцать сколько лет нам? Семь. Клуб двадцать семь. С чем нам... Еще полгода надо пройти. Ну, не нам. Ты говоришь, я с этим очень везучая. Если бы ты могла дать категорию невезучести, то в чем, как ты считаешь? Хороший вопрос. Я очень везучая, Андрей. Угу. Ну... Хорошо. Прям, ну... Я не... Может быть, нельзя так говорить, но... Почему нельзя? Но неправильно... Тебе же... Что ты все правильно и неправильно? Сколько можно? Правильно, неправильно, неправильно, неправильно. Я очень везучая. Все. Согласна? Да. Хорошо. Я хочу еще к школе вернуться. Ты говоришь, до и после... Вот я, кто там сейчас только включился, Лиза говорит, я поступила в школу актерского мастерства украинская, Ukrainian Film School. И это прям буквально жизнь full-time, full-time job. И ты год там будешь, и вы уже два месяца. Там есть еще второй курс, но на второй курс идут люди, которые действительно понимают, что они хотят быть актерами, точнее, берут именно таких. И там более набор поплотнее, поэтому конкурс посерьезнее. То есть туда нужно еще поступить на второй год. Но это потом. Да. Пока что у меня план на год. На сегодня. Вообще у меня план на сегодня только. Это сейчас настоящая Лиза или... Сейчас это не настоящая Лиза, но мне хочется верить, что было бы так. План на год. План на твое обучение. Что будет хорошим результатом твоего обучения? Прям коуч-сессия. Ну, мне интересно, слушай, это ж ты. Да почему должно быть... Честно, ну вот просто, если я буду счастлива, если я просто... Я стараюсь делать все, что в моих силах на сегодня. И я планирую так и продолжать в течение этого года делать. Что касается именно учебы, я говорю. И если так и будет продолжаться, а я думаю, так и будет продолжаться, то нет никакой причины, по которой я могла бы тебе сказать, что мне вот жалко, не получилось или что-то. все будет так, как должно. Потому что я делаю все, что в моих силах. Есть. Я вернусь дальше тогда. Да. Это прямо твоя роль ученицы сейчас? Да. Или роль актрисы? Ой, это так сложно. На самом деле учиться снова. Я не так давно, на самом деле, я же... Хочется сбежать? Нет. Нет. Видимо, нравится очень. Хочется туда сбежать, очень нравится. Туда сбежать. А от чего сбежать? Туда? Угу. Мне очень нравится, что там есть цель, так или иначе. То есть ты учишься же все равно, чтобы научиться мастерству. Есть какой-то процесс. Это очень субъективное, конечно, творчество. Нет такого какого-то бенчмарка, к которому ты можешь подтягиваться. И вот хорошо играешь, а ты плохо. Нет. Но я знаю, для чего я там. Я знаю. Все люди вокруг не заряжены на результат. Они хотят. Все время мы к чему-то... Какие-то постановки. Мы к ним двигаемся. Мы... Ну, вот это вот ощущение, что... Есть смысл. А звучит так, как будто в жизни его нет. В моей другой обычной жизни. И вот тогда вопрос, уходишь ли ты оттуда, потому что там чуть меньше смысла, а куда-то, где чуть больше смысла. Это же все равно все твоя жизнь. Да, да. Звучит грустно? Нет, звучит, как звучит. Слушай. Когда ты начала вот в феврале 2018 года исследовать путь своего исследования, самоисследование, одним из элементов у тебя были и поездки, и в Индию, и разного рода практики. Мне бы о них хотелось поговорить. Я думаю, что это может быть очень переворачивающим и интересным опытом для других. Что в Индии такого с тобой происходило, произошло? И вот в целом, как организовалась от тебя подорож эта поездка? Я ездила в академию туда же, куда ездила Валерия Гузева. Возможно, вы смотрели ее уже интервью. Да, Лера два слова в этом сказала. Сказала, что Индия кардинально изменила жизнь. Мою тоже, кардинально. Она очень помогла справиться со страхом. У меня много страха, и, безусловно, он есть и сейчас, но на тот момент был прям я сплошной страх. И там я поняла, что... Там я, наверное, впервые именно осознала, что страх — это иллюзия, и это просто... Ну, мы боимся, потому что нам неизвестно, но мы же не можем знать всего. Если раньше мне было страшно жить, то сейчас я как будто бы... Это такой страх в предвкушении завтрашнего дня. Эксайтмент. Да. Такое легкое возбуждение. А на что похожи практики, которые ты проходила? Там используются и медитации, и холотропное дыхание. Ну, безусловно, банальная рутина. Там ранние подъемы или ночные даже медитации были. Питание полностью веганское. Это тоже, я думаю, влияет на процесс. Созерцание природы. И большую часть времени это были лекции от местных преподавателей, если можно так сказать. Удалось отпустить? То, что ты хотела отпустить? Вот ты говоришь, я со страхом поработала. Хорошо. Что-то еще удалось отпустить? Такой релиз. Ну, так много времени уже прошло с того момента. Два года. Как это повлияло на твою жизнь сегодня? Вот сегодня, Лиза, сегодня, что оттуда ты забрала и этим пользуешься? Точно забрала инструменты по тому, как важно. Хотя бы раз в день, например, пить чай. Вот прям пить его. Пить чай. Думать о чае, думать о том, какой он вкусный. Как ты чувствуешь тепло этой чашки, например. Ну, я это практикую обычно с утра с водой. Теплой водой с лимоном. Я запускаю так себя. Я тоже каждый день. Да. То есть такое, как бы, нахождение, пребывание в моменте. Ну, сейчас это очень громко звучит. Мы все сейчас про этот момент. Все кричатся. Ну, ты очень конкретный способ показала. Ну, да. Которым пользуясь, он остается с тобой. Угу. Дальше я знаю о том, что ты по возвращению много практик других еще проходила. Уже в Украине не только. А какие из них запомнились? И не просто запомнились, а прям они создали отпечаток важный в тебе, которым ты сегодня тоже пользуешься. Он или изменил тебя, или способ, как ты думаешь, или, может быть, что-нибудь еще. Гвозди, например. Да, только хотел сказать точно гвозди. Ты стояла на гвоздях. Я стояла на гвоздях. Ну, первый раз я простояла час двадцать. Я не знаю, как я это сделала, если честно. Это такой террор. Просто ужас. На второй раз, когда я пришла стоять на гвоздях, я простояла где-то минуту. То есть, ну, все очень индивидуально. И под каждый запрос. Это не так, что ты прям как физкультура пришел, и сегодня у тебя получилось так, и завтра у тебя, значит, получится лучше, а в третий раз у тебя получится еще лучше, потому что ты совершенствуешься с каждым разом. Я на реабилитации у реабилитолога раз в несколько дней стою, по минуте, типа три раза по минуте или три раза по три секунды. Это непросто мне. Это очень непросто. Это очень больно. Блин, Лиза, час двадцать. Да, но надо было. Ну вот надо было. То есть это, я, кстати, с Лерой гвоздемой стояла. Она мне говорит, мы встретились на обед, она мне говорит, мне тут друг зовет в гости, может, съездим, там медитация какая-то будет. Ну вот я встала на гвоздях. Час двадцать. Что изменилось? Мне кажется, что я в тот момент действительно впервые для себя прям почувствовала, что я не слабая. Потому что я вообще всегда считала себя слабой. Вот тогда, наверное, я впервые почувствовала, что я не слабая. Второй раз был, когда я поднялась на Кельманджар. И уже после... Это было в прошлом году. Это было в этом году. В этом году, в феврале. И теперь уже я просто знаю, что я сильная. Но дело же не в физической силе. Как классно, смотри. Не в физической силе. Я сильная, я знаю об этом. Да, был путь. И еще же, наверное, тоже будут какие-то новости. Гвозди и Кельманджаро подсказали мне, что я сильная внутри, в первую очередь. А еще я знаю, что я светильник. Да. Очень крутое, на мой взгляд, знание о себе. Правда? Да, Андрей. Куда бежать? Что делать? Зачем бежать? Как это монетизировать? Как мне монетизировать мой светильник? Классный вопрос. Отличный вопрос. Светильник и силу. Вот ты о себе знаешь? Ты же знаешь... Ну, может быть, не то же самое о себе. Но да, ты же знаешь такую информацию о себе. В этом году я прям сильно больше узнал о себе. А расскажи, пожалуйста. Очень тяжелый год. Сложный. При этом... Очень тяжелый год. И открывает вино. И горла. По разным параметрам он сложный. Предпринимательство, много новых вызовов, с которыми я не был близко знаком. События, которые каким-то образом ворвались в жизнь совершенно неожиданно. И такие событийные, сложные штуки, они, во-первых, нас с Наташей, женой, сблизили сильно. А я увидел себя, что я устойчив. То есть мои реакции на сложности оказались стойкими. А я в целом в жизни любил избегать сложности. Я всегда искал легкие пути. Я тоже. И это... Я сегодня знаю, что это же тоже суперсила наша. И твоя, и моя. В том числе уметь искать легкие пути. Потому что это способ через легкость преодолевать что-то. Да, но потом всегда кажется, что ты... Что я трус. Мне же легче досталось. А мне казалось, что я трус. Очень долго. Потому что я искал такие... Давай. Раздевайся. А вот оказалось, что, в общем-то, я и не трус. И это было важно узнать. Этот год мне дополнительно как-то, знаешь, он дал мне больше... Вот он помог мне. Происходящее, и как я на это реагирую, помогли мне увидеть, что... Я точно не трус. И это было важно. И это так важно знать. Это же все меняет. Это очень важно знать. Просто все меняет. Мне мурашки сейчас идут. Да, это все меняет. Это много меняет. Это очень много меняет. И вот ты же о себе тоже теперь это все знаешь. Да. Светильник силы. Сильный светильник. Силы светильник. Это название твоего нового подкаста. У меня есть уже название моего нового подкаста. Но об этом через ноту. Подожди. Может, тут про сильный светильник. Куда бежать и зачем бежать? Вот же вопрос. Вот твой вопрос. Да. Ты же-то зачем-то пошла в Film School? Светить. Свети. Силы набираться еще. Или узнавать о своей другой силе. У меня есть припущение. Такое вот ощущение, что вот это куда и зачем, оно как будто не всегда нужно его знать. К нему хочется стремиться. К тому, чтобы знать куда. А сам путь мне в жизни, например, это просто достал себя этим вопросом по пути. А сейчас могу сказать, что нужно было просто идти и задавать этот вопрос, не находя ответ еще. И сам путь, которым ты говоришь, я тут иду и мишуру снимаю, кожуру, значит, наша луковица становится другой. Ну, иди. Ну, иди. Зачем тебе сейчас ответ? С периодами какими-то происходят. Я вообще много чего пробовала в своей жизни, кроме гвоздей. Кроме всевозможных, там, я не знаю. Медитационные чаши, саунд-хилин, поездки в Индию, разные подходы. Я пробовала гешталь, я пробовала КПТ, я пробовала подход радикального прощения Колина Типпинга. Я ходила тут также на разные тренинги, популярные и не очень. Я сейчас даже не упомню всего, что я делаю. Ну, естественно, астрология всевозможная, нумерология, хьюмон-дизайн, ведическая астрология обязательно. По ней я, в принципе, сейчас и ориентируюсь, так я для себя как-то подвыбрала направление. Ну да, нумерология, хьюмон-дизайн, ну вот я не... энеограмма. Сейчас, наверное, уже... ну, я не знаю, что я не изучала. И это же путь поиска. Да. Ты знаешь, чтобы попасть туда, куда я попал, ну, каким-то образом добежал сюда, дошел, дополз, допрыгал, нужно было тоже искать разные способы объяснения жизни. Ты такой молодец, прости, что я тебя побью, я тобой очень сильно горжусь. Мне очень приятно. Вот искренне. Очень. Ты большой молодец. Давай за тебя выпьем. Спасибо, Лиза. И вот набор всего, вот это поле поиска, я же тоже, вот астрология такие, нумерология, хьюмон-дизайн такой, ведическая, это, то, в шесть этих, пять-пять курсов в Голландии, в Ольде Вехте такой-сякой, такой расстановки, коучинговые, терапевтические, тренинговые. И все это, оно важным оказывается в нужный момент, потом оно может пристираться, ну, по крайней мере так. А сейчас я знаю, что все это уже блоки меня, куски меня, и я их... Вот метод, которым я работаю с людьми, например, он в том числе сформирован, потому что такой разный набор всего есть, что из него компилируется, какой-то вот, компилируется что-то обновленное. И у тебя продолжается тоже компиляция. Я думаю, что еще нужно время. А прикинь, сейчас еще актерское, длинное такое, прям устойчивое, фундаментальное. И God knows, что дальше. О, да. Так, актриса включилась. Я чувствую немножко, что ты как будто бы своим приглашением меня сюда, как будто даришь мне такой подарок наперед. И вот мне кажется, что... Ну, я чувствую какое-то давление, как будто я не то, чтобы должна оправдать надежды. Слушай, я знаю кто ты, не надо ничего оправдывать. Ну вот... Не надо. Это не то, чтобы я хочу оправдать надежду. Это то, что... Это как будто бы я знаю, что все будет очень классно. Лучше, чем мы с тобой даже можем себе представить. Я не знаю, понял ли ты, что я пыталась сказать, но... Нет. Нет? Жаль. Законнектиться еще. Ну ладно, да. Стресс еще есть? Посмотришь потом подкрас. И может быть, поймешь. Послушаешь. Вернусь дальше к допытыванию о краеугольных важных вообще камнях в твоей жизни. Юра Кази мой хороший друг. Он когда делает иногда со мной такие коучинги... Я знаю. Я уже и у него немножко училась на курсах. Юрка Кази иногда, когда со мной работает, мне нужно об него покоучиться, например, или помощи попросить. Он говорит, Андрюха, камень, ты там чаши, обососу, то в тебе я вылыка камень, я маленький камень, и песок, из-за каких там складается тверик, например. То есть вылыка, дужа ця камень, и камень, и песок. И вот мне интересно, за последние, вот с 18-го года, с февраля до сегодня, например, в разных твоих ролях были разные камень, большие камни, много песка, безусловно, потому что он заполняет все это, и каминчики. Интересны твои большие камни, краеугольные штуки, которые с тобой происходили в течение вот этих двух-трех лет. Что вот прям знаковое происходило с тобой? Определенно учеба, ну не учеба, а работа на телевидении, в Friends Production у Мартины Макеевой. Она была моей непосредственной начальницей, и она моя подруга. Очень многому я научилась на телевидении. Подкаст, безусловно, он сильно меня поменял. Я столько о себе узнала. Я узнала, что я столько всего могу, и что вообще немного и не страшно, и что как важно пробовать, и как важно направлять свою энергию куда-то, и оно тебе вернется. Вот не ожидая, что, знаешь, не по стратегии иногда действуя, а вот просто есть порыв, иди и делай. Оно развернется как надо. Ну и много вообще разного всего я узнала. Ну вот... Значит, Friends Production. Да, моя работа, мои также какие-то перетурбации в работе с моим отцом на радио, и момент, когда я все-таки решила покинуть это дело. Чего стоило это решение? Я еще не знаю. Все, у него отложенная цена как будто. Да. А как готовиться к разговору с отцом о том, что, пап, я вот не хочу работать на твой бизнес? Ой, у нас такие специфические отношения, я бы не хотела рассказывать. Чтобы люди просто... Ну, я не думаю, что это такая тема, которую можно было бы так как-то объяснить, и человек бы понял, и мог бы это как-то применить на себя. Вопрос же был, как готовиться к такому, а не о деталях. Ну, вот я слышу тебя. Поехали дальше. Да. Это третий краеугольный большой камень. Что-нибудь еще? Танцы? Да, танцы. Тут я тоже узнала, что я могу. Потому что я не танцевала... В детстве я танцевала очень мало. То есть я, на самом деле, ходила на бальные танцы, там, может, первый-второй класс. И я не танцор. То есть я этим никогда не занималась. Именно как вот дети обычно ходят в школу, и девочки ходят на танцы. Или мальчики. И я пришла буквально два года назад. И за год я очень сильно выросла. И я поняла, что я прям, если хочу, то могу. И что это мое. Танцы для меня — это способ расслабиться. Это тоже своего рода медитация. И это вот прям... Прям мое. Я думаю, что, может быть, даже я буду как-то связана с танцами по жизни или не знаю. Ну, это через время будет видно. Если мы представим, что через 10 лет как-то это видно уже, вот сегодня 21-й год, в 31-м году ты и танцы. Тебе 37. Какую ты хочешь связь? Ну, например, я... Ну, я бы не хотела быть, допустим, наверное, профессиональным танцором или... Или работать танцевальным терапевтом. Такое бывает. Просто я же подумал, буду встречать в парке Шевченко, там, где... Это классно. ...бальные альтиноамериканские танцы. Лиза в 37, значит, там с другими партнерами танцует, например, или обучает. Но это если я преподаю там. Или ты просто участница движа. Да. Ты же сказал в начале... Или, может быть, я организовываю движ. Вот это да. А-а-а, ну да. Лидер-продюсер. Да-да. Видишь, на вопрос, что через 10 лет у тебя есть вот этот контекст продюсерский. То есть ты достаточно... Ты знаешь об этом. Я знаю однозначно, что это мое. И это где-то со мной будет и случится. И мне также хотелось бы стать продюсером кино. Ты в пути. Вот я и в пути. Я же вот изучаю сейчас процесс. Очень здорово. Прям очень круто знать. Я вижу, как ты улыбаешься сейчас, говорю об этом. Вот. И тут я радуюсь, конечно. Скажи мне, пожалуйста, а какой ты друг? Какой Лиза Евтухова друг? Верный, хороший и до некоторых пор удобный. Какого друга не хочет Лиза Евтухова? Вот какого... Какие характеристики у человека будут, если он не твой друг? Однозначно тот, кто меня не поддерживает. Это даже... Ну то есть человек, который меня не поддерживает или говорит, ой, да зачем-то тебе это нужно. Или, знаешь, как бы пытается как-то обесценить. Тот, кто обесценивает. Вообще. Менялся ли контекст дружбы в последние три года для тебя? То, какие друзья у тебя, кто они, твои принципы. Да, ну потому что мы растем. И мне за эти три года встретились люди, во-первых, которые старше меня. Раньше такого не было. Сейчас, может быть, я просто уже повзрослела как-то. Но вот эта граница возраста, она совсем потерялась, размылась. А что еще изменилось? Ну, однозначно, люди очень интересные. Ну, я говорила тебе вначале, но мне так везет с людьми, но они просто какие-то невероятные. Я не знаю, почему они со мной дружат. Кстати, вот отличный вопрос. Почему они с тобой дружат? Ты говоришь, я верный друг. До поры до времени я удобный, и я хороший друг. Вот тебе, например, кусочек ответа. Хороший человек — это не профессия. А хороший друг может быть. И ты говоришь, я не могу дружить с теми, кто вот так обесценивают или вот так не поддерживают. Вот ты и назвал примеры. И еще мне очень важно, я особенно ценю в людях, когда они могут, в близких людях, когда они знают, как правильно дать пиздюлей. Прости, что, если я могу сказать это слово. У меня несколько раз в жизни были случаи, когда вот меня несло совсем не туда. Интервенция должна была. И люди меня очень поддерживали. Мне было тяжело, и они меня поддерживали, поддерживали, поддерживали. Но в какой-то момент близкий друг, вместо того, чтобы просто выслушивать все, или пытаться тебя как-то вылечить, скажем так, или как-то тебе помочь, он просто тебе говорит... Ляпаса тебе дает и говорит, алло, очнись, ты вообще куда идешь? Ты посмотри, что ты делаешь со своей жизнью. Вот это очень ценно. Это, наверное, охренеть какой момент. Да. У меня один раз такой был. Да, это разворачивающая такая штука. И это не так, что если ты не поменяешь ничего, то я тебя брошу, или мы с тобой не можем быть друзьями, или что такое. Это я буду с тобой, не важно, no matter what. Это как и я дружу, да? Ну ты посмотри, куда ты идешь. И как, вау. А ты сама такое кому-то из своих друзей применяла? Ну в таких серьезных ситуациях, как были у меня в жизни, нет. Но да, применяла. Это прям настоящая интервенция такая. И это о дружбе, это о Лизе друге. Да. А какая ты танцорша? Ну я не танцорша. Вот когда ты танцуешь, ты какая? Ой, ну Андрей, я не знаю. Ну, я счастливая. Пока не очень сложно. Когда уже совсем очень сложно, то я начинаю ныть. И ищу способ полегче. Потому что мне многое в жизни дается легко. Я же говорила, мне везет. Недавно у меня был диалог на том, как к сложному относиться можно. Сложно или легко? Да. И вопрос мой звучал к человеку так. Слушай, ну вот здесь у тебя прям непростые моменты в жизни были. А она говорит, мне кажется, что к сложному, кстати, ты ее знаешь, это Катя Вазянова, это из прошлого эфира. И Катя говорит, к сложным вещам можно относиться же очень напряженной, быть очень серьезными, решать их так и быть прям сильно напряженными, скрипив зубы. Ах, аж свело. А можно, осознавая сложности напряжения, окей, да, я понимаю, но все равно попробовать через легкость проходить это. И я вот так делаю. Я знаю, что это сложный момент. Если нужно погоревать там и побыть в том состоянии, конечно, безусловно, через это прохожу. Но зная, что он сложный, ну, я принимаю это. Но я не направляю туда столько мыслей, столько энергии, чтобы прям усложняться вот так вот и напрягаться. Мне сложно. Сейчас у меня такая сложная жизнь. Ты знаешь, на самом деле это моя особенность. Я напрягаюсь. Ты напрягаешься в сложности? В мелочах. Вот в каких-то мелочах я напрягаюсь. Я не знаю, насколько я напрягаюсь в реально сложных ситуациях. Тут какой-то парадокс. Наверное, в сложных, в действительно сложных, я не... Просто там, когда уже сложная ситуация, тебе просто надо ее решать, и все, что там как бы думать о том, Как линейный продюсер, ты точно знаешь, что сложные ситуации очень много бывают, и ты там отлично справляешься. А вот когда какое-то такое, что-то вот непонятное, то можно и пострадать. И поныть. Хорошо. Это же ты танцор вот такой. Это мой недостаток. Я хочу от него избавиться. Я хочу легче жить. Вообще легче все воспринимать в жизни. Играть. В жизни. Вот давай через годик поговорим как раз. С удовольствием. Посмотрим. Мне бы хотелось тоже, чтобы ты проще и легче. Да. Вот это было бы здорово. Да. Пойду дальше тогда. Это, видишь, как мне интересно, есть твоих ролей, какие там есть, какой набор там принципов в твоих ролях разных есть и способов. Если как про себя ученика в Film School ты рассказала, то, что это как какая-то и что это создает, на что это похоже. Про себя продюсера интересно. Вот что ты забрала из роли продюсера? Какие свои... Вот ты сейчас рассказала, я могу решать проблемы, видно, и организовать. Что еще кардинально? Какой еще большой камень оттуда возник? Ты говоришь о продюсерстве на телевидении или... Это же продюсерство, продюсирование чего угодно. Ну смотри, на телевидении работала жена кого-то, то есть я точно поняла, что я, во-первых, умею работать без сна, без еды, без вот этого всего. Я умею. Когда я говорю, я очень командный человек. Я прям часть корабля, часть команды. Вот прям с первого дня я как-то сильно прониклась. Я очень отдаю все себя, если верю в идею, в человека. Я готова работать на общую какую-то ценность. Если верю в идею и в человека. Да. А если не верю, я не делаю. Это прям моя какая-то... Мне повезло в жизни иметь возможность выбирать, что я делаю. И если я вот тут не чувствую, то я не буду делать. А что влияет... Это самое важное. Зафиксировали, как говорит один человек. А как ты знаешь, как ты понимаешь, благодаря чему ты понимаешь, когда идея и человек, лидер, они тебя вдохновляют настолько и заряжают, что ты хотела бы за ними идти и пробовать эти идеи реализовать. Как ты знаешь? Ну, обычно поступает предложение. Я как проектор его рассматриваю. Даю себе время подумать, почувствовать, представляю себе. А вот как оно... Оно никогда не бывает так, как ты себе представляешь, но ты всё равно можешь себе как-то, допустим, нафантазировать на какой-то наилучший в твоём сознании результат. Допустим, через какое-то время, которое может случиться. И вот я себе его представляю, если я чувствую, что вот прям класс, и человек... И к человеку у меня прям тепло, и я знаю, что он ко мне тепло и искренне, и тогда иду. Это ощущенческая такая какая-то штука. А у тебя не так? Мне казалось, так у всех людей. Ну, у меня вот так это может быть. Кроме того, что ощущенческое, так чувствую, то валидацию идеи и валидацию лидеров всё равно важно пройти для меня. Мне важно провалидировать. Как я это могу делать? Как человек продаёт свою идею? Как вот эта визия, свою визион, как он о ней говорит или она? Знаешь, как происходит сама вера? Вот он или она делится этим чем-то и как-то выглядит при этом? Я вот смотрю и думаю... На огонь смотрит. Ага. Горит сам. Прям светит светильником своим. О! Хороший сигнал для меня. Это он, идею декламирующий, или она? Идея как такова. Её надо поисследовать, посмотреть. Она же тоже откликается как-то. Она пригорает у меня, такая заводит, там ветерочек нравится. Тоже нравится, не нравится. И посмотреть, как эта идея ещё на других влияет. Могут ли быть союзники в пути по самой идее. Мне нужно пройти некий фильтр вот такой. И мне было интересно, как у тебя. Ну, я думаю, это ещё должна быть какая-то экологичная история. Мы об этом даже не упоминаем. Это очевидно для нас. Хорошо. На всякий случай. Окей. Есть продюсерская штука. Хорошо. Я хотел спросить про тебя, какая ты дочь, но думаю, что ты... ответишь. Роль. Мне хотелось бы быть лучше вообще во всех направлениях. Так амон. Ну, да. В смысле? Я не считаю себя какой-то выдающейся дочерью. Дочерью. Но... Вопрос не подразумевает, что ты должна быть охрененной в этом. Да. Мне хочется думать, что я любящая. Что мои родители чувствуют, что я их люблю. И чувствуют мою благодарность. Мне очень сложно её бывает выражать до конца настолько, насколько я хочу. И я сейчас над этим работаю. потому что я поняла, что, безусловно, ну, мы все понимаем, что многие ноги растут из детства. Многие проблемы. И возможно, мы ожидаем, что вот... Мы вот работаем над собой, и оно как-то всё меняется. И да, оно меняется вокруг, и меняются наши родители. Но иногда нужно просто встать и сделать. Ты можешь ожидать, что человек поменяется, что он как-то пойдёт к тебе навстречу, или будет тебя вдруг поддерживать. Или, ну, как обычно бывают проблемы с родителями, потому что мы не получаем поддержки, или чувствуем себя недолюбленными какими-то по той или иной причине. Так вот, я сейчас пришла к тому, что да надоело ждать. Надо вставать и делать. Вот идти навстречу самой к ним. Потому что потому что есть у меня только я и моя жизнь. И есть только вот шанс один. Один. Да. Я, кстати, делала много и родовых историй. То есть программа по системной терапии это про род. Вот. Это тоже очень ценно и важно. Мне кажется, это неотъемлемый, вот прям очень ценный элемент, в который людям всем нужно посмотреть. В свой род. Я согласен с тобой очень. Как изменился... Ты в это, видишь, инвестируешь энергию сильно. И я думаю так, что когда мы в это инвестируем энергию, то поле работает так, что это в том числе каким-то образом влияет и на сам род. Да. На наших родителей, на тех, о ком мы работаем в том числе. И в своей жизни я замечал такой эффект. Я могу его надумывать, но замечал. Ты замечала этот эффект на том, как вот, пока ты работаешь над этими темами, и сколько бы ты не работал над этими темами. Да, я однозначно замечаю, что, ну, я меняюсь, и думаю, что и со мной просто взаимодействие, оно как-то меняется у людей, и люди меняются, и даже другие люди, просто которые вне нашей семьи, говорят, что происходят какие-то изменения, что там с мамой твоей. Но я это, ну, я не знаю, можно ли это принимать на личный счет, но мне кажется, что это тоже как бы взаимосвязано, то, как я тружусь над этим. Вот, но так однозначно сказать тебе я не могу. Пока что я еще не так, я не так давно начала над этим работать, скажем так, то есть это не годы, чтобы я могла сказать конкретно. Я желаю тебе устойчиво продолжать. Будет хотеться иногда спрыгнуть, но желаю тебе устойчиво продолжать. Да, это очень ценно. Спрыгнуть хочется. Иногда. Когда ты руководитель, а у тебя бывали роли, где ты руководитель, мне интересно, какая ты? Невыносимая. Да, ну, не трынде. Как мой отец. Это может быть, а если про тебя в деталях, то? Я контролер. К сожалению, мне сложно отпускать и на 100% делегировать и вот прям совсем, чтобы не париться. Но возможно, я не встречала такую команду или людей, которые доказывали мне через какой-то экспириенс, что я могу им доверять. Ну, так или иначе, ты же тестишь своих сотрудников. Ты же не сразу там взял человека и на завтра на все делай сам, спасибо, я пошел. Ты же контролируешь, что происходит. Но когда не все происходит, то ты себе откладываешь, что ага, значит, тут человека надо поддержать. Вот. Я, ну, мне хочется быть, мне хочется сказать, что я ценю людей. А какие бывают вообще руководители, Андрей? Мне важно, как ты сама сейчас смогла увидеть. Вот то, что ты увидела, мне достаточно знать этого о тебе, о том, как ты сама это видишь. Бывают они разные? Бывают они разные? Хорошо. Было интересно, как сама ты видишь эту часть. А какой ты, когда ты в эфире? Когда ты вот в подкасте или где угодно? Я еще вела программу про футбол на радио. И такое было. И тогда какая ты, Лиза, подкастер, интервьюер, хост? Очень влюбленная. Вот прям настолько влюбленная в людей, которые приходят ко мне, что у меня моя Зина, с которой мы вывели подкаст, она меня прям выводила из этого состояния. Она говорит, Лиза, ну, иногда нужно что-то спросить и такое, чтобы человек... А я прям, я настолько... Ну, во-первых, мне... Я приглашала гостей, мы приглашали гостей в наш подкаст, которыми мы восхищаемся, в принципе, с которыми нам было бы интересно поговорить, которые знают что-то о направлении, о теме, о которой мы делали подкаст. Я всегда с огромным увлечением и вдохновением, восхищением слушала, и я эмпатична, и я очень погружаюсь в другого человека вот в процессе интервью. И это я так себе ощущаю. Эмпатична, влюблена, потому что восхищаюсь и могу погружаться. Хорошо. Я вообще влюбляюсь в людей, вообще люблю людей и... А когда влюблённость проходит? Что происходит, что влюблённость проходит в людей? Ну, это что-то во мне происходит, не в людях однозначно. То есть не от нас зависит? Да. А что происходит, когда человек вызывает у тебя разочарование? Что должно произойти? Может быть, что угодно на самом деле. Ну, зачастую это, конечно, ситуация какая-то. Даже иногда не в которой я участвую, а просто я... А как формируется разочарование? Благодаря чему? На основе чего? В общем, на основе ожиданий, наверное, наших о человеке. Склонны ожидать? Не проговаривая. Ну, когда ты влюбляешься в человека и возвышаешь его, а я имею тенденцию людей превосносить, наделять особыми качествами, такими все у меня небожители немножко. Всё ещё всё так? Уже намного меньше, но... Намного меньше, но было, да, такое. Из чего сегодня ты черпаешь наибольший ресурс своего личного, вот этого своего светильника? Из спорта, из сна, из... еды и из книг. Из прогулок с собакой. Очень конкретный ответ. Охренеть, что он такой конкретный, это же здорово. Ну, это всё, что я люблю делать. Это всё, что люблю делать. И классно. Ещё я очень сильно люблю общаться, вот, из общения с людьми, но из-за того, что сейчас я учусь и там очень много общения с людьми, то я просто перегружена. Too much. Да, и надо... Я стараюсь чувствовать и очень выбирать, с кем я общаюсь сейчас. Когда ты... Как ты читаешь? Вообще, как ты читаешь? А как? Можно читать? Когда ты у балмейстера, Андрея, после Аспен-института и пока ходил в Ково-Гуру, есть такие школа мысления на курсы мышления. Мне нужно найти курсы, я ещё не была на таком. Мы писали эссе, к примеру, и прочее. И чтобы писать эссе, на одном из курсов Андрей Бомейстер его вёл, нам дали почитать о том, как писать эссе, а на одном из других нам показывали, как читать на одном из других курсов. Что нужно, как читать, и там вот есть прям ответ «как». И поэтому я спросил тебя, как ты читаешь. Я, к примеру, как читаю. Три книги одновременно могу читать. Одна у меня там в iBooks, другая открытая физически, а третья в аудиоформате. Мне сейчас точно так же. И это «как», это ситуативно, когда мне хочется. Когда мне хочется и чувствуется, вот сейчас хочется. И это моё «как». С упоением ли я читаю? Когда как? С упоением слушаю, почему-то сейчас, последний год. Прям читать с упоением меньше удаётся, а слушать с упоением значительно больше. Я как-то так оптимизировал жизнь. И как я читаю? Медленно или быстро? Отмечаю что-то, записываю. Вот это об этом. Но татки робишь? Закладочки, может? Да. Всегда делаю разноцветные закладочки. Каждый цвет у меня отвечает за что-то, например, там. Категория. Какая-то категория, там. Если это художественная литература, то это там персонаж, например. Вот все персонажи у меня одним цветом, потом цитаты у меня важные, они у меня другим цветом. Потом, допустим, какие-то просто описания или что-то, что мне хотелось бы вернуться, изучить, перечитать, посмотреть. Другим цветом. Если это новая книга, то есть выдана недавно, скажем так, не старая, или какая-то научно-популярная, то я могу себе позволить в ней даже в ней карандашом или фломастером что-то отметить. Ну, или приклеить наклеечку и там что-то написать. А почему нельзя в целом на них писать и рисовать? Ой, не знаю, я боюсь. Чем ты наделяешь книгу, так интересно? Очень многим. Она как будто жива. Я считаю, что я, меня воспитали книги, громко звучит, но я в детстве очень много читала, и это был такой мой способ уйти от какой-то реальности в какую-то другую. Я сейчас понимаю, тогда я просто читала взахлёб, мне разрешали прогуливать в школу, потому что я хотела читать. Просто можно, я останусь почитать, просто я так хочу почитать, я не могу, там вот очень важно, очень ценно, мне вот очень нужно. Можно я не пойду в школу? Класс. Вовка Дегтярева рассказывал, помнишь, как он должен был пойти на спорт, а он сидел в библиотеке. А ты это читал, и хрен пристебиваешься к человеку. Сейчас, за этот год, можем с тобой такое сделать. Какие книги оставили самые интересные отпечатки для тебя? Стали большими камнями? Или хотя бы средними? Я парочку тебе скажу, можем заглянуть в телефон и посмотреть. Я тоже заодно загляну в телефон и посмотрю. Однозначно книгу, которую я хочу подарить кому-то и слушателю, но просто это точно книга, потому что это лучший подарок. Итак, мы подсмотрели, какие книги нас вдохновили в этом году, и Лиза начнет. Книга называется «Выбор» автора Эдит Эвы Эггер, она психотерапевт. Эдит Эвы Эггер. Эдит Эвы Эггер. Она американский психотерапевт подхода к АПТ, и она рассказывает о том, как она пережила, она была в Освенциме, и как она пережила это время там, и как она каждый день делала выбор жить. Очень отрезвляющая книга. Отрезвляющая книга, да? Очень отрезвляющая. И я ее хочу подарить зрителям. Отлично. Конкурс придумаем немножко позже. Это первая книга. У меня в этом году большое влияние на меня и такое сопереживание героя происходящим событиям Донна Тарт Щегол. Вау! Эти 22 часа прошли с большим моим интересом, что для меня, в общем-то, непросто, типа, удерживать очень длинный фокус. Вторая удивившая меня книга и спасибо Карине Каребе, которая мне ее порекомендовала. Вот ты Фандорина много читала у Акунина, а это уже такая, он практически роман, то есть не детективный контекст, старма. И это Аристономия. Аристономия, Другой путь, это другая книга в продолжении. И третью я еще не читал из этого цикла. Мне очень симпатично. И то, как все устроено, размышления. Сейчас мы с женой переслушиваем преступление и наказание. У меня со всех дыр мне почему-то заходит и реклама, и прочее, и то, и все, Достоевская, Достоевская, Достоевская. Я просто не читала преступление и наказание. Вот сейчас у меня стоит эта книга прям вот надо. Вот я прям хочу, вот что-то меня туда тянет. Но все говорят, ой, она такая депрессивная, только вот ее читать. Куда? Ее нужно читать, когда вот прям все светло, хорошо, радостно, на отдыхе, чтобы не утонуть. Удивительная книга. Достоевский сам по себе это высочайшего уровня мыслитель. И для меня, для меня, конечно, я прям, знаешь, раз послушал, еще раз послушал то же самое, чтобы я когда-то читал, но это все было, я помню только фактаж, но не помню переживания, глубину концепции, контексты, философию в этом. А мне бы этого сейчас хотелось, сейчас у меня запрос на это есть. И вот преступление и наказание будет книга, которая еще повлияет на меня еще раз. Вот так. Так, дальше. Значит, выбор. «Большое волшебство» Элизабет Гилберт. Она автор книги, нашумевшей, «Ешь, молись, люби». И книга «Большое волшебство», она не художественная, она просто про творчество. Она рассказывает, как творить, как важно творить, как надо не бояться творить, как творчество всегда субъективно, и не нужно бояться оценки, и что все в нашей жизни творчество. Очень вдохновляющая книга, я рекомендую. И еще? И еще. Сейчас я слушаю, я хотела бы... А, можно две? Значит, «Две жизни», но это такая книга, которую я читаю каждый год по книге. То есть я отдаю себе время ее переварить. «Две жизни». Да. Это очень важная книга. Очень. Очень-очень важная книга. Я думаю, что ей правда нужно время. Да. И сейчас я слушаю книгу Дмитрия Троцкого «Пока я, не я». Вот мне просто хотелось бы... Я ее еще не дослушала, но мне уже хотелось бы ее посоветовать, если я имею право советовать что-либо, вот ее посоветовать, послушать всем. Что ты... Конечно, можешь. Пожалуйста, ты посоветуй. Ильза говорит, я посоветовал Дмитрия Троцкого «Пока я, не я». Угу. Да. Скажи мне. Вот ты говоришь, я с самого начала... Я понемногу начал узнавать, что мне нравится. Вот мы разобрались, что тебе не нравится. Немножко больше увидели, что тебе нравится. Даже заглянули через 10 лет, что тебе... В общем-то, спродюсировать ты совсем не против. Многие вещи. И сейчас узнаешь чуть больше, кто ты через актерство. Что? Какие штуки? Ты узнала о себе, которое ты прям очень хочешь реализовать, а тебе бы хотелось. Ты же говоришь, жизнь у меня-то одна. Что, что может казаться другим crazy, тебе так хочется реализовать? А я-то знаю, что то, что ты хочешь, у тебя получается. Да. Хочешь озвучить? Страшно озвучить. Страшно озвучить не потому, что мне страшно признаться в этом себе. Нет, я себя в этом прекрасно признаюсь, отдаю отчёт. Но вот говорить так на всеуслышание, мне... Я скажу тебе так. Я хочу делать всё, что мне хочется. И не думать о том, что обо мне подумают. Уместно это. Правильно или неправильно. Потому что я достаточно много об этом думала и всё ещё временами думаю. А мне так хочется. Вот жить. Вот прям жить. Всё делать, что в голову сбрело. И, как ты сказал, мне, у меня в жизни, когда я сильно чего-то хочу, это случается обычно. И это точно со мной случится. Вовка Дегтярёвна, вопрос, что сложнее всем удаётся? Вот он ответил тогда фразу, что хотелось бы поменьше зависеть от... Чужого мнения. Да. И сейчас звучало очень похоже, как будто, что вот очень хочется освободиться от этого. Знаешь, мне тоже. Я себе это тоже знаю. Как будто есть вот эта лёгкая несвобода, она немного сковывающая. А раз сковывающая, то как будто тогда и потенциал как будто до конца не открывается. Да. И от этого ты себя поедаешь. Я вообще считаю, что очень часто у людей, способных, а их видно, у них многие проблемы в жизни из-за того, что их потенциал не реализован. Они себе сами... Знаешь, как в той картинке, я вчера выставляла, всё бы могло быть по-другому, если бы не ты. У тебя бы всё могло быть по-другому, если бы не ты. Давай в завершение. Ты же знаешь, какие вопросы тебе задам. И, наверное, давай со сложного начну. Вот ты, Лиза Евтухова, сегодня. Что самое сложное в том, чтобы тобой быть? Ну, однозначно, вот это вот моя... Отсутствие лёгкости. Отсутствие лёгкости. Всё, ну, как будто внешне кажется, что легко, а внутри-то тяжело. Мне очень страшно. Мне очень часто говорят люди, что ты производишь такое впечатление такого сильного, уверенного в себе человека. К тебе прям тянешься. Все от меня... Все как будто хотят быть поближе ко мне. Знают, что я что-то знаю. А я себя ощущаю просто как потерянный ребёночек, который вот это барахтается, барахтается, плавать не умеет, но что-то там пытается учиться. Вот так. Это очень честно. А обратная сторона у этого это то, что тебе более всего нравится о том, чтобы тобой быть. И это? Всё, кроме этого. На самом деле, я нравлюсь людям. У меня есть суперсила. Я знаю, что я нравлюсь людям. Я знаю, как этим пользоваться иногда. То есть, по какой-то необъяснимой причине люди ко мне расположены. И я знаю, как достичь этого расположения, если у меня, допустим, человек незнаком, и мне как-то... То есть, возможно, это то, что я чувствую людей. Как-то. Не знаю. И вообще, я в последние дни почему-то постоянно думаю о том, что я не хотела бы быть никем другим. Что я очень рада, что я родилась там, где я родилась, у этих родителей, у которых я родилась. Что у меня... Это моя внешность, мой ум, мои какие-то травмы, моя психология, мое самоощущение, мое ощущение мира. Я так рада, что я это я. Я бы не хотела... Я бы хотела жить свою жизнь. Именно свою. Видишь, с этого начали, и цикл завершается. И это так офигенно. Офигенно. Хочу попросить тебя вот разыграть наш подарок. И я не знаю, как именно, что должен сделать слушатель и зритель. Возможно, у тебя или у меня на Инстаграме что-то сделать. Вопрос, что? Ну, это может быть... Подумай о том, какая книга. Да, книга «Выбор». Может быть, о самом сложном выборе, который человек в жизни делал? Да, ну вот я думаю, какая-то история о самого сложного выбора, но нам же нужна механика, как они используют твою страницу, чтобы... То есть человек должен выставить что-то, может быть, у себя в сторис со ссылкой на твой подкаст, допустим. Или со ссылкой на меня, например, потому что нет ссылки на подкаст. В Инстаграме нет подкаста. Нет, но есть ссылка на YouTube, как минимум. Можно отметить тебя и выставить ссылку на як, ты думаешь. О, чудово. И в сторис, или в посте, или в сторис описать, как человеку кажется, это уже, собственно, задача. Как человеку кажется, какой самый сложный выбор человеку пришлось сделать. Да, и как он чувствовал себя перед тем, как он понимал, что ему нужно сделать этот выбор. И как он, ну, если возможно, это уместить, как он чувствует сейчас, смотря назад. Потому что очень часто нам кажется, что выбор, который мы делаем, он может быть неправильным или нам очень страшно, мы не знаем, как получится. Но часто в итоге через время мы понимаем, что, боже, слава богу, я сделала именно так. Пишите свои истории выбора. Мы с Лизой подберем троих победителей, потому что ценно поделиться этим. Да. И с удовольствием подарем книги. Да. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал, на наш подкаст, в аудио, в видео, как угодно. Это Лиза Евтухова, наш гость. Боже, Андрей, спасибо тебе. Мой хороший знакомый. Очень приятно, что ты была с нами. Спасибо тебе. Це був подкаст, як ти думаєш. Ми назвато Андрей Сусленку. Почуємося скоро. Ура.